Варенье абрикосовое королевское Добавляю треть чайной ложки лимонной кислоты. Сироп ставлю на огонь. Как только сироп закипит, я отправляю туда орехи и кипячу 2-3 минуты вместе с орехами. Кипящим сиропом с орехами я заливаю абрикосы. И оставляю на несколько часов до полного остывания. Орехи можете использовать любые. У меня те, что были дома, немного кишью, немного миндальный орех и грецкий. Миндальный орех обязательно нужно очистить и также кишью. Грецкий орех, уберите тот орех, который имеет темно-коричневую пленочку. Все пленки, максимально какие можно с этого ореха, счистить, чтобы грецкий орех не дал горечь варенью. Джим с абрикосами и с орехами закипел. Сейчас я его буду варить ориентировочно 8-10 минут, так как у меня очень широкая поверхность. А джема у меня здесь немного. Если у вас больше вы готовите варенье, нужно кипятить где-то 10-12 минут и делать первую пробу. Когда у вас варенье кипит, не забывайте периодически его помешивать, чтобы оно у вас не подгорело. То есть сироп у нас готов к очень хорошей плотности. Можем отключать плиту и разливать джем в банки. Банки и крышки должны быть простерилизованы. Наливаем джем в банку. Закрываем банку плотно и переворачиваем ее. Джем готов. Оставляем на столе до полного охлаждения и затем убираем в кладовую или в подвал. Туда, где вы обычно храните свои закупорки. Это варенье по праву называется королевским, потому что невероятно вкусное сочетание спелых абрикосов и орехов в сладком янтарном сиропе. Я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием. У меня очень много других вкусных рецептов джемов. Смотрите, пожалуйста, на канале. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем, кто заглянул в гости. Всего доброго! Продолжение следует...